Amnia mia me comporto. Эта фраза с латинского переводится как «всё своё ношу...» Правильно, «собой». Впервые была высказана из уст Цицерона, который вложил в него первоначальный смысл в том, что человек и его мудрость, его богатство заключаются в его неосязаемых умениях. Это мысли, это его опыт, это его стремление. Ребят, сейчас я вам расскажу историю появления данного высказывания, потому что это очень интересно. Поехали. Эту фразу Цицерон приписывает одному мудрецу Беанту, которую он сказал, когда его город был захвачен персами. Персы же разрешили местным жителям уйти свободно, да ещё взять с собой какие-то вещи свои. Соответственно, люди, жители местные, стали нагребать на горбы, дети несли вещи, которые только могли унести, был мудрец Беант, который шёл налегке сзади всех жителей. И один житель подходит к нему и вот прямым текстом спрашивает, «Где твои вещи, старик? Ты прожил такую долгую жизнь, и неужели не нажил богатство?» Беант отвечает, указав палкой на лоб. С палочкой шёл, старенький. Всё своё ношу с собой. И таким образом у старика стали просить множество советов, наставлений. И за это люди ему начали платить едой, одеждой, которую брали с собой на горбах. Вот так вот он и выжил. И когда я узнал историю появления этого фразеологизма, мне сразу стало интересно, что же, блин, я всегда ношу с собой. И перевёл это чуть-чуть на современный лад. Я понял, что всегда с собой я ношу книгу. Неважно какую, я очень люблю читать, я ношу её буквально везде. И я хочу показать вам, где именно я могу её с собой носить. Поехали! Хоть и говорят, что в дороге нельзя читать, портится зрение, но мне на самом деле всё равно, потому что у меня уже плохое зрение. Поэтому в чтении, в транспорте я себе не отказываю. А беру, читаю и провожу время с пользой. Да-да, не удивляйтесь, в туалете я тоже читаю, да. Ну а что, только пукать что ли, нет? Нужно время проводить с пользой. Мозг на тренировке я качаю тоже. И порой, когда я читаю книгу, я могу читать ещё одну книгу. Прикольно, да? На самом деле, это далеко не весь список мест, где меня можно отыскать с книгой в руке, потому что у меня очень много книг. Какую вещь вы носите с собой так часто, как я ношу с собой книгу? Пишите, пожалуйста, в комментариях, лучше я пролайкаю. И если тебе понравилось это видео, обязательно подписывайся на канал, ставь лайк и увидимся в следующем ролике. Покусики! Пишите, шум! Продолжение следует...